теперь рассмотрим такое понятие как ярлыки в итальянском языке ярлык называют коллегаменту так вот что такое ярлыки характерной особенностью ярлыков является наличие стрелки в левом нижнем углу значка мы видим что у skype есть этот значок оперы и в некоторых других программ вот мы видим присутствие этого значка в левом нижнем углу так вот эти значки являются ярлыками а вот например у корзины частину этого значка то есть этой стрелочки нет поэтому корзина является самим объектом напрямую мы заходим в этот объект а вот эти значки программ со стрелочкой в левом нижнем углу это ярлыки которые не являются самыми программами а всего лишь на них ссылаются это такие посредники так вот ярлыки предназначены для запуска какой-то программы открытия папки либо файла но ими не являются поэтому если удалить ярлык с рабочего стола то программа все равно останется в системе иногда вот люди случайно допустим так схватил за skype удаляют его в корзину вдруг допустим так удалили и потом думаю что skype у них полностью исчез из системы так вот всегда можно вернуть ярлык программы или папки давайте я покажу вам открою то место где лежит сама настоящая программа нажимаем на пуск заходим в компьютер двойным счетчиком открываем диск c затем открываем папку программы x86 если у вас система 64-битная то у вас будет здесь две папки программы и программе x86 если же система 32-битная то здесь будет всего лишь одна папка программы на русском языке здесь название папки написано на английском здесь написано программ файлс поэтому вот в итальянской версии открываем именно программе x86 и вот здесь справа берем за бегунок тянем вниз и находим вот саму программу skype эта программа здесь лежит внутри папки поэтому двойным щелчком левой клавиши открываем эту папку и затем открываем папку phone вот этот файл это сама программа которая вот здесь мы видим весит 17000 11 килобайт то есть примерно 17 мегабайт весит эта программа вот а ярлыки они ничего не весят то есть ярлык буквально это всего лишь картинка которая ссылается на эту программу и дает ей команду открыться так вот как отсюда восстановить ярлык для skype на рабочий стол создаются ярлыки следующим образом мы выделяем объект для которого хотим создать ярлык затем нажимаем на нем правую кнопку мыши и выбираем здесь команду in via а на русском языке здесь написано отправить так как в конце у нас есть стрелочка от у нас открываются еще под команды и здесь мы выбираем команду десктоп crea collegamento на русском языке здесь написано рабочий стол а в скобках создать ярлык нажимаем сюда и вот мы видим что на рабочем столе снова появился ярлык skype давайте закроем это окно причем имени skype добавляется еще здесь коллегоменту на русском языке здесь добавляется ярлык можно вот так нажать на название 1 2 затем поставить курсор в конец и стереть вот это слово но не нужно мы так понимаем по значку что это ярлык и чокнем стороне вот таким вот образом я восстановил ярлык для программы skype я мог конечно восстановить его из корзины зайти в корзину нажать на skype и репрессный элемент то есть восстановить отсюда но специально для примера я показал как это делать вот через эту программу теперь ярлык можно установить не только для программы но и для какой-то папки давайте покажу нажимаем на кнопку пуск затем открываем папку имаджины и кампионы вот видим что в этой папке у нас находятся какие-то фотографии допустим это папка в которую вы слаживали ваши личные фотографии давайте нажимаем на стрелочку назад то есть вот для этой папки мы хотим поместить ярлык вот здесь на рабочий стол чтобы через него сразу попадать в эту папку чтобы нам не нужно было нажимать на пуск потом имаджины и заходить внутрь так вот это опять объект мы на нем нажимаем один раз чтобы выделить и затем нажимаем правую кнопку мыши выбираем команду in via a отправить и затем выбираем команду desktop к реке коллегаменту то есть рабочий стол создать ярлык видим что на рабочем столе у нас появилась одноименная папка и еще добавляется вот здесь коллегаменту его не видно потому что название длинное поэтому оно находится после трех точек это окно давайте закроем нажмем вот здесь вот и когда я нажал уже мы видим название полностью то есть это имаджины и кампионы коллегаменту можем коллегаменту также стереть нажать стороне так вот этот созданный ярлык не является самой папкой это всего лишь значок который на нее ссылается и дает ей команду открыться если мы нажимаем сейчас два раза на этот значок то мы просто открываем вот ту папку но этот значок ей не является то вы должны усвоить что ярлыки они просто служат для удобства для того чтобы не заходить куда-то в глубь локального диска на компьютере а сразу с помощью ярлыка на рабочем столе запускать какой-то объект это может быть программа это может быть папка также можно создать ярлык и для какого-то файла в принципе это все что я хотел рассказать про ярлыки а